10.00 в столице Казахстана. Время новостей на канале Хабар Дз4. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. Хасамжумар Тукаев анонсировал принятие новых подходов к карантинным мерам в стране. На своей странице в Твиттер глава государства сообщил, что сегодня будет опубликовано заявление по ситуации с коронавирусом в Казахстане. На данный момент в стране ковид выявлен у 2717 человек. Больше всего заболевших в Алматы 847. В Норсултане 498 больных. На третьем месте Казахстанской области. В регионе 179 инфицированных. Меньше всего случаев заражения в Восточно-Казахстанской области 16. Выздоровевших 682. Скончались от вируса 25. В Павлодарской области зарегистрировано 95 случаев заражения коронавирусной инфекции. Из них 18 заболевших это дети. При этом самая сложная ситуация в Экибастузе, на долю которого приходится порядка 65% всех заболевших. Для локализации очагов в город направлены дополнительные силы медиков и полиции. Салават Тимирбулатулы выходит на прямую связь из Павлодара. Салават, о каких мерах идет речь и хватает ли ресурсов в регионе для стабилизации ситуации? Спасибо, Аристан. Здравствуйте. Экибастуз сейчас в центре всеобщего внимания, так как с Моногорда почти каждый день приходят оперативные сводки о новых и новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Среди заболевших немало детей. Настораживает специалистов и тот факт, что случаи COVID-19 выявлены у работников градообразующих предприятий. Их, правда, немного, тем не менее успокаиваться нельзя, говорят медики. Учитывая, что Экибастузский регион это топливно-энергетический центр страны, где вырабатывается половина от общего объема электрической энергии, который дает стране до 60% угля. То есть все предприятия имеют стратегическое значение как для экономики, так и общего благополучия. Население сейчас там усиливаются меры. Цель одна – остановить дальнейшее распространение инфекции. Выходные глава области провел выездное совещание оперативного штаба. В город с населением 150 тысяч человек командированы дополнительные бригады медиков и полицейских. Врачам нужно в кратчайшие сроки развернуть лабораторию для тестирования на КВИ, а правоохранительным органам пресечь массовое перемещение людей автотранспорта по городу. На днях мы были в Экибастузе и убедились в том, что население игнорирует рекомендации массово, нарушает режим ЧП. По итогам совещания Акима Экибастуза объявлен выговор. К различным дисциплинарным взысканиям привлечены и другие ответственные лица. Какие конкретные меры сейчас приняты в моногороде для стабилизации ситуации, что все-таки могло привести к резкому увеличению роста заболевших, мы спросили у специалистов. Предлагаю послушать. Всего в Павлодарской области на данный час зарегистрировано 95 случаев коронавируса. Из них почти 60% или 59 человек заболели именно в Экибастузе. На данный момент проведено больше 11 тысяч тестов. Когда же в Павлодаре развернут центры, где обычные горожане смогут пройти тестирование, пока неизвестно. Акимат области направил соответствующие запросы в Министерство здравоохранения, чтобы проведение тестирования могли разрешить крупным частным компаниям, которые имеют у себя специализированные лаборатории. Коллеги, у меня на данный час вся информация. Спасибо из Павлодарского региона. Нас информирует Салават Тимирбол Атула. Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах страны. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 20 метров в секунду. Непогода ожидается в Акмолинской, Кустанайской, Североказахстанской, Мангистауской и Казалардинской областях. Повсеместно ожидается туман и гроза. При этом в Казалардинской области ненастная погода сохранится до среды. Завтра порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду. В американском штате Луизиана произошла стрельба. В результате погиб полицейский. Еще один тяжело ранен. Инцидент произошел в городе Баттон-Руж. Сообщается, что перестрелка между силовиками и преступником длилась несколько часов. Взять стрелка удалось живым. Им оказался 36-летний житель города. Детали происшествия сейчас выясняются. Наши офицеры искали подозреваемого. Они приехали на место звонка, чтобы обследовать территорию. В это время подозреваемый выстрелил в полицейских. Двое из них были ранены и отправлены в больницу. Один из них погиб. Мы потеряли 21-летнего ветерана нашего департамента. Второй раненый проработал у нас 7 лет. Это происшествие, свидетелем которого не хотел бы стать ни один офицер полиции. Испанская береговая охрана спасла почти полсотни мигрантов в водах Атлантического океана. Операция прошла недалеко от острова Гран-Канария. Беженцы оказались из Мали и Сенегала. 12 из них несовершеннолетние. Несмотря на то, что поток нелегалов в Испанию значительно сократился из-за пандемии коронавируса, беженцы продолжают пребывать к границам королевства в поисках лучшей жизни. Число заразившихся новым коронавирусом по всему миру приближается к 3 миллионам. По последним данным, ковид обнаружен у 2 миллионов 970 тысяч человек. Скончались почти 206 с половиной тысяч. Между тем, летальных случаев в странах Европы все меньше. И некоторые из них начинают смягчать строгие карантинные меры. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что с 4 мая в стране будут частично отменены некоторые ограничения. Жители не смогут путешествовать между регионами страны, но им будет разрешено ездить из города в город в пределах одной провинции. Кроме того, итальянцам будет разрешено навещать родственников, но небольшими группами и только в защитных масках. Откроются парки, но в них будет запрещено собираться вместе большому количеству людей. Сейчас страна переходит на следующий этап преодоления пандемии. Благодаря жестким ограничительным мерам нам удалось значительно сократить число жертв. Сегодня я готов сообщить вам, что с 4 мая в стране будут ослаблены меры карантина. К работе приступят строительные компании и строительные магазины. Карантинные меры частично сняты в Индии. Страна постепенно возвращается к обычному ритму жизни. Открылись некоторые кафе и магазины. Там, тем не менее, власти призывают жителей соблюдать все меры предосторожности, использовать защитные маски, перчатки, антисептики и соблюдать дистанцию. Между тем, в соседней России за сутки выявили свыше 6 тысяч больных COVID-19. Почти половина случаев заражения зафиксировано в Москве. Общее же число заразившихся коронавирусом в стране приближается к 81 тысяче. Из них 747 погибли. По мнению академика РАН Александра Чучалина, распространение инфекции в России может завершиться в середине июня. В эпицентре вспышки коронавируса в США, в городе и штате Нью-Йорк ситуация внушает осторожный оптимизм. Количество заболевших, госпитализированных, а также жертв заболевания с каждым днем становится меньше. И это дает надежду на то, что крупнейший мегаполис США постепенно начнет возвращаться в нормальный ритм жизни уже в середине мая. Что дает властям основания говорить об улучшении ситуации, мы узнаем у корреспондента Георгия Цехисели. Если говорить языком статистики, то 367 погибших за один день – это очень позитивная тенденция. По состоянию на сегодня в нашем городе цифры такие. 158 тысяч подтвержденных случаев заражения и 11 817 человек умерли. 18 018 вылечились. И на первый взгляд это очень страшные цифры. Смертность от вируса получается 7,6%. Но не стоит паниковать, призывают медики. Надо напомнить, что примерно треть людей вообще не замечает о том, что они переболели. Почти половина замечают, но течение болезни у них настолько легкое, что они начинают нормально себя чувствовать буквально через несколько дней. Эпидемиологи уже говорили о том, что реальное количество переболевших, то есть тех, кто не заметил или испытал легкое недомогание, таких, скорее всего, в 10 раз больше, чем зафиксировала официальная статистика. То есть в реальности, скорее всего, полтора миллиона жителей Нью-Йорка, то есть примерно каждый шестой, уже переболели. В этом случае статистика все-таки не такая ужасающая. В основном COVID-19 у нас болеют дома. И вот мы сегодня разговаривали с несколькими людьми, которые перенесли коронавирус. И вот, что они рассказали, собственно, о своем опыте. Давайте послушаем. Я связался со своим врачом, рассказал ей о своих симптомах, которые были, собственно, температура, кашель, с отделением мокроты время от времени. Но она сказала, так как мы не входим в группу риска, и там никогда не курил. Говорит, что я вас поздравляю, вы получили корону, что для вас это не должно быть сильно болезненно, и все должно пройти относительно легко. К сожалению, пришлось вызвать скорую, потому что даже я принимал, при том, что я принимал жаропонижающие, в один из дней, там на третий день, по-моему, как вот она поднялась, температура, я вынужден был вызвать скорую, потому что было 39, и я не видел, что помогает жаропонижающих, это стало не по себе. Я просто вызвал скорую, меня привезли в отделение, и так как была температура, не было ко мне вопросов, тут же все анализы сделали и тест на коронавирус. Вот с первого дня, без остановки, 12 дней была температура, и нужно было чуть ли не по часам принимать жаропонижающих, но как только пропала температура, сразу стало полегче, я буквально через 3-4 дня, получается, уже почти через 3 недели после первых симптомов я вышел на улицу. Вот сегодня стало известно, что у нас в Нью-Йорке еще хорошие новости, начали испытания дополнительных двух методов лечения. Один, о нем известный, это использование плазмы крови, тех, кто уже выздоровел и имеет антитела. Второй, это неожиданно интересный препарат, называется он фоматидин, это активный ингредиент безрецептурного средства от изжоги, но в больших дозах. То есть медики очень активно ищут дополнительные возможности вылечить заболевших. Я замечу, что после первой волны паники, когда и правда не знали, что же делать с теми, кто подхватил коронавирус, сейчас медицинская система адаптировалась. На улицах Нью-Йорка, на световых табло, постоянно показывают социальную рекламу. Если у вас легкое течение заболевания, если ваши симптомы не критические, пожалуйста, оставайтесь дома, максимально самоизолируйтесь и обратитесь либо к вашему лечащему врачу-терапевту, либо по горячей линии, если нет терапевта. И сразу подчеркивается, что лечение коронавируса будет обеспечено абсолютно всем, вне зависимости от наличия или отсутствия медицинской страховки, или даже от миграционного статуса. В приемные покои больницы или в скорую помощь просят обращаться или звонить только в том случае, когда симптомы на самом деле серьезные. Например, человек уже совсем не может дышать или постоянно очень высокая температура. Хорошие новости в том, что губернатор нашего штата Андрю Коума подписал распоряжение, согласно которому в ближайшее время все аптеки Нью-Йорка смогут стать мобильными пунктами проверки на коронавирус. Сейчас в городе есть несколько пунктов, там анализ берут буквально не выходя из автомобиля. Подъехал, возможно, пострадавший от коронавируса, высунул нос, медики, одетые в настоящие скафандры, делают мазок, ну и уезжаешь. Анализ готов через 5-7 дней. Вот такая практика у нас развернется повсеместно, но уже в аптеках. Сначала будут проверять медицинских работников, а также сотрудников оперативной службы, тех, кому было разрешено работать во время карантина. В том числе, наверное, и нас, журналистов, тоже проверят. Но, насколько я понял, задумку власти Нью-Йорка, задача максимально быстро обеспечить возможность пройти тест всем, вне зависимости от симптомов. Если тест положительный, нужно оставить человека дома еще на пару недель, даже если нет симптомов. Георгий Цихисели, Нью-Йорк, специально для Хабар-24. В Армении постепенно снимаются ограничения, введенные с режимом чрезвычайного положения. По-прежнему не работает городской общественный транспорт, сфера общепита, парикмахерские. Зато расширен список работающих объектов промышленности. К примеру, теперь разрешено работать предприятием по производству пищевых продуктов, алкогольных напитков, табачных изделий. Такие послабления, безусловно, имеют под собой экономическую подоплеку. Многие граждане лишились заработка, а бюджет страны недосчитается крупных сумм в виде налоговых поступлений. Глава Минфина страны уже представил прогноз бюджета на этот год. Дефицит госденег, по словам Атома Джанжугазяна, возрастет вдвое и составит 675 миллионов долларов, или 5% прогнозируемого ВВП. Чтобы покрыть дефицит в 324 миллиарда драмов, рассматриваем все возможные варианты, включая привлечение кредитных средств от международных финансовых организаций. Рассматриваем привлечение долга посредством размещения гособлигаций на внутреннем рынке. Смена величины долга неизбежна, поскольку сложившаяся ситуация именно такая, что делает обязательным осуществление подобных мероприятий для противодействия возможным негативным сценариям. Израиль начинает поэтапный выход из карантина. Разрешена работа салонов красоты и парикмахерских. Но большинство ограничений пока сохраняются. Власти опасаются новой вспышки заболевания. Рассказывает Сергей Услендер. Работы теперь не в проворот. Первый день, как салон Владимира открылся, а клиентов уже полно. Индустрия красоты не работала полтора месяца. Эта отрасль попала под прямой запрет одна из первых. Теперь парикмахер, очень популярный среди русскоязычных жителей Тель-Авива, будет работать по 12 часов, чтобы наверстать упущенное. За вот эти полтора месяца, которые я не работал, я подсчитываю примерно около 200-230 тысяч шекелей у меня убыток, который я должен вытащить из своего кармана и вложить в свой бизнес, для того, чтобы он продолжал работать. 200 тысяч шекелей – это примерно 50 тысяч евро. За полтора месяца простое Владимир получил от государства максимальную помощь, положенную частному предпринимателю. Примерно полторы тысячи евро. Остальное придется искать, занимать или на чем-то экономить. Налоги никто не отменил, просто их выплату немного отсрочили. Сейчас Израиль начинает постепенное ослабление карантинных мер, но с острожайшим соблюдением всех ограничений. С 26 апреля в Израиль введено обязательное ношение маски на улице. Без нее теперь вообще нельзя выходить из дома. Если раньше это была рекомендация, то сейчас это правило. Полиция раньше ограничивалась предупреждениями, теперь будет штрафовать на 500 евро. Массовые мероприятия по-прежнему неразрешены. Можно собираться не более 20 человек в масках и с соблюдением дистанции. Праздники теперь проходят вот так. Это бар митцва – еврейское совершеннолетие. Обычно на такое собирают всех друзей, родственников отмечают пышным застольем, но застолье теперь под запретом. Власти предупреждают. Возможно, вторая волна вируса. Поэтому наступающий день независимости будут отмечать, что называется, онлайн. Без парадов и столпотворения. Вирус не побежден, говорят в правительстве. Сражение выиграно, но война с ним еще продолжается. Сергей Услендер, Хабар-24. Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит после лечения от коронавируса. А в этом сообщают британские СМИ. Напомню, последние несколько недель премьер-министр Великобритании провел в изоляции, восстанавливаясь после болезни. На время его отсутствия, его обязанности временно исполнял глава Министерства иностранных дел Доминик Рааб. О диагнозе политика стала известна 27 марта после ухудшения его состояния. Он был переведен в реанимацию. И уже 12 апреля появилась информация, что премьера выписали. Все это время Джонсон продолжал работать дистанционно. На фоне пандемии коронавируса в Китае онлайн-продажи товаров в первом квартале выросли почти на 6%. Электронная коммерция сыграла важную роль в стабилизации социально-экономической ситуации в период вспышки опасного вируса. В Поднебесной на различных онлайн-платформах работают 3,5 миллиона компаний. Как развивается отрасль в нынешних условиях в репортаже об УТГУ Саргабаевой. Вот такую картину можно наблюдать в любое время дня у каждого двора или офисного здания города. Эти фургончики принадлежат компаниям экспресс-доставки и в основном разводят онлайн-покупки для жителей и офисов. Приобретают от продуктов питания, обуви, бытовой химии до нужных сейчас масок, санитайзеров, защитной одежды и аксессуаров. Ежедневно по всему Китаю расходятся более 200 миллионов таких посылок. Во время вспышки эпидемии экспресс-доставка продолжала работать с соблюдением всех мер профилактики. Вот и я иду за своей посылкой. В первом квартале на интернет-платформе компании Алибаба наблюдался бум онлайн-продаж продуктов питания и бытовой химии. По многим наименованиям показатели выросли вдвое. В разы увеличился спрос на влажную туалетную бумагу и средства для дезинфекции белья. Потребители охотно делают покупки онлайн. Доставка занимает от пары часов до нескольких дней. Со своей стороны местные власти создают условия для развития отрасли электронной коммерции. Мы прилагаем усилия для стимулирования рынка потребления. Для этого власти на местах проводят различные онлайн-компании. По данным Государственного статистического управления объем розничных интернет-продаж в первом квартале остался на прежнем уровне. А покупки физических товаров даже выросли почти на 6%. Это показывает, что онлайн-продажи могут и дальше стимулировать потребление. Уже в конце апреля Министерство коммерции совместно с другими госорганами организуют для граждан двухнедельный фестиваль онлайн-шоппинга. Для этого привлекли более ста известных компаний и магазинов электронной торговли. Меняют форматы крупные мероприятия. Так, ежегодная ярмарка экспортно-импортных товаров в этом году пройдет в онлайн-режиме. Интернет-торговля уже давно стала неотъемлемой частью жизни простых китайцев. А в условиях пандемии ее популярность возросла. Мы всегда покупаем онлайн. В редких случаях, если хотим прогуляться, идем в супермаркет. Я стал больше покупать бытовые товары онлайн, так как это удобно. Развитие электронной коммерции способствует не только росту потребления, но и созданию новых рабочих мест. Разумеется, собеседования кандидаты на трудоустройство также проходят онлайн. В редакцию нашего телеканала обратились казахстанцы, которые обеспокоены ростом цен на яблоки. Например, в некоторых торговых точках в Семее килограмм продают за 850 тенге. Камила Тастанбекова готова рассказать о причинах. Да, ростом цены действительно подскочили. Нарушилась логистическая цепочка из-за коронавируса. Так, объясняют это наши предприниматели, свою лепту внесло и падение тенге. Приведу пример. Польские яблоки они закупают в евро. Если раньше курс был, скажем, 420-430 тенге за евро, то сейчас доходит до 460. Наши садоводы, в свою очередь, пытаются разобраться с импортными махинациями яблок. Сейчас расскажу о них подробнее. Слишком большим импортом яблок из Узбекистана озадачены казахстанские садоводы. В прошлом году эта страна вышла на второе место по поставкам после Польши и обогнала даже Китай. По данным Министерства торговли и интеграции, из Узбекистана завезли почти 42 тысячи тонн яблок. Это 29% от всего импорта. При этом в 2018 году отсюда завезли около 5,5 тысяч тонн. По словам бизнесмена Булатпека Алиева, такого объема яблока у Узбекистана нет. В прошлом году там был дефицит. Наоборот, казахстанские производители поставляли им этот фрукт. В среднем по 300 тенге за килограмм. На своей странице в Facebook предприниматель задается вопросом, на каких таможенных и пограничных постах оформляли эти яблоки. Только чтобы перевезти их, нужно больше двух тысяч автофур. Также он просит компетентные органы обратить свое внимание на яблочный бизнес. И тут возникают следующие вопросы. Министерству сельского хозяйства и комитету фитосанитарного контроля. Как, минуя вас, этот товар проскочил или когда успели подтвердить происхождение этого товара? И как они провели контроль на предмет соответствия продукта узбекского происхождения предъявляемым требованием? Садоводы предполагают, что эти яблоки на самом деле китайские. Из Казахстана их поставили на рынок России под видом узбекских. Так как в 2019-м наши северные соседи запретили импорт яблок из Поднебесной из-за заражения их вредоносными насекомыми. Оказалось, такая схема пользуется популярностью среди поставщиков. В прошлом году таким же способом пытались завести в Россию польские яблоки под видом казахстанских. Год назад, согласно официальным данным, в Туркестанской области экспортировало почти сотню автофур яблок в Россию. Как оказалось, большая часть экспорта приходится на мою компанию. Для меня это сообщение было сродни откровению. Во-первых, у нас не было таких сортов, которые значились в цитоотчете. Во-вторых, наших объемов на тот момент было мало, чтобы насытить ими даже местный рынок. О своем экспортном размахе я, возможно, даже не узнал бы, если бы не начали приходить на адрес компании запросы с приграничных областей Российской Федерации. И, наконец, обзор цен на этот богатый витаминами продукт по Казахстану. Оказалось, что самые дорогие яблоки в семье по 850 тенге. Чуть дешевле за килограмм платят жители Кустаная. По 700 тенге фрукты продают в Нур-Султане. Такая же цена и в Петропавловске. От 650 тенге стоимость яблок в Кукшитау. А еще в Алматы. Немного меньше за кило отдают в Туркестане. И в Караганде. Самый низкий ценник в торговых точках Талдыкоргана. А также Кзылорды. 450 тенге. И к другим темам. Депозитам Тенгри Банка присвоили рейтинг с высоким риском. Об этом объявило агентство Муди Инвестор Сервис. К такому решению аналитики пришли из-за ухудшения ликвидности банка и невыполнения им некоторых нормативов. На ослабление позиций также повлияли юридические споры в структуре. Как считают в агентстве, качество долговых обязательств банка очень низкое. И они подвержены высокому кредитному риску. При этом рейтинг может быть пересмотрен, как только положение стабилизируется. И банк продолжит выполнять все финансовые обязательства. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Тенгри Банка. По ее сообщению, в ближайшие две недели планируется восстановить операционную деятельность. Продолжить проводить платежи и переводы, обеспечивая непрерывность всех процессов. А лимиты по карточкам намерены снять в течение двух-трех дней. Напомню, что в начале марта Тенгри Банк ограничил операции с платежными картами и полностью приостановил переводы по платежным системам «Золотая корона» и «Вестерн Юнион». Клиенты начали сообщать о проблемах с 10 апреля. И в завершении выпуска официальный курс. По данным Нацбанка, доллар стоит 430 тенге, 99 тиинов. Евро – 463 тенге, 96 тиинов. А рубль – 5 тенге, 77 тиинов. Это был весь обзор к этому часу. Арестан, передаю вам слово. Спасибо. Деловые новости были от Камилы Тастанбековой. Продукция аркалыгской птицефабрики может подорожать после снятия режима чрезвычайного положения в Казахстане. Связано это с ростом цен на корм и отменой субсидий. Решение о сокращении господдержки в Минсельхозе приняли в декабре прошлого года. Поэтому другого выхода бизнесмены просто не видят. Стоимость куриных яиц во время карантина увеличивать, конечно же, не стали. Не сокращают там и персонал. Подробности у Артема Грапова. Эта птицефабрика – одно из крупнейших предприятий в Аркалыке. Сейчас здесь трудятся 240 человек. Специалисты исключительно местные, в основном молодежь. С введением карантина сокращать персонал не стали. Работает птицефабрика в прежнем режиме. Просто усилены меры безопасности. Я здесь работаю уже два года. Мне моя работа очень нравится. У нас автобус сам привозит, отвозит. Так как у нас есть масочный режим. Аркалыкская птицефабрика производит 310 тысяч яиц ежедневно. В ближайшем будущем этот показатель хотят увеличить как минимум втрое. 80% продукции продают в столице. Оставшуюся часть отправляют в Ак-Тубе, Ак-Тау и Атырау. Сейчас на предприятии около полумиллиона птиц. За сутки им скармливают 40 тонн пшеницы. Корм сейчас подорожал сетой птицеводы. Тонна стоит 100 тысяч тенге. А покупают еще и добавки. В основном мы берем кормовые добавки, примесы аминокислоты в Европе. Там тоже, знаете, сейчас подорожало. И выросло скачало, и сейчас тяжеловато. В 2019 году все птицефабрики яичного направления, а их в Казахстане 37, получили 11 миллиардов. То есть по 3 тенге за одно произведенное яйцо. В 2020-м этих денег, по задумке чиновников, птицеводы увидеть не должны. В бизнесменах эта новость не радует. Руководство Акаутской птицефабрики выход видит в удорожании продукции. Повышать цену на яйца планируют, но только после отмены чрезвычайного положения. Артем Грапов и Сергей Тартенберг, Куснаяская область, Хабар, 24. О том, что пишет мировая пресса в программе «Между строком». Психологической войной назвал ситуацию на нефтяном рынке журналист немецкой газеты «Шпигель» Штефан Шульц. Отрицательный рекорд американской марки WTI свидетельствует о системном шоке в реальном нефтяном мире. Чтобы наглядно объяснить суть происходящего, автор статьи использует яркую метафору. Текущая фаза в индустрии, по его словам, напоминает мексиканскую дуэль. Цитата. Резкое падение цен на ценные бумаги нефтяной отрасли похоже на ситуацию в вестерне, когда несколько ковбоев приставили кольты к головам друг друга. «Если на спусковой крючок нажмет один, в конечном итоге погибнут, пожалуй, все», отмечает Шульц и поясняет. Идет глобальная психологическая война. Компании добывают больше нефти, чем было бы целесообразно. В надежде, что конкуренты первыми ограничат производство. Они надеются увеличить свою долю на рынке. Или, по крайней мере, зарабатывать на добыче нефти дольше, чем конкуренты. Другие страны обороняются, борясь за право не закрывать собственный нефтяной кран. Ведь для некоторых эта ситуация может стать фатальной. Например, при остановке работы давних месторождений добычу на них будет невозможно наладить снова, так как утратится контакт с нефтяными залежами и давление в скваже не упадет. Месторождения, которые могут иссякнуть, есть во всем мире. Например, в Северном море, в России и в Мексике, передают издания. Лучше обстоят дела при добыче сланцевой нефти методом гидроразрыва. Однако такие компании зачастую находятся под гнетом больших кредитов. Соответственно, нефтедобытчики упрямо продолжают делать то, что делали, несмотря на огромное перенасыщение мирового рынка, пишет издание. Представители нефтяной промышленности надеются, что после кризиса спрос снова быстро вырастет. Однако эта надежда может оказаться обманчивой, отмечает автор Шпигель. В Мексике наркокартели занимаются благотворительностью. Как это происходит и что на самом деле кроется за такой помощью? В разоблачающем материале от французского издания «Монт». В интернете появились записи и фото, на которых видно, как пожилым и нуждающимся людям раздают посылки с продуктами. Курьеры в тканевых масках с изображением Хоакина Эль-Чапа Гусмана, известного мексиканского наркобарона, которого в прошлом году приговорили к пожизненному заключению в Соединенных Штатах. На коробках также красуется усатое лицо Чапа и название его сайта. Как пишет издание, за такой помощью скрывается отработанная схема преступных группировок. Ее цель – купить поддержку и расположение населения. Картели тоже не застрахованы от экономического спада. Резкое сокращение морских и воздушных перевозок парализует их снабжение, а закрытие отелей, баров и ресторанов затрудняет продажи и рэкет. Цитата. 42% мексиканцев живут за чертой бедности, и 56% рабочих не имеют никакой социальной защиты. Практика поддержки наркокартелями маргинальных сообществ направлена на то, чтобы получить влияние там, где отсутствие государства ощущается наиболее сильно. Пишет издание и переводит мнение экспертов о том, что подобная щедрость может дорого обойтись Мексике в будущем. Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор на прошлой неделе обратился к наркобаронам с просьбой прекратить пользоваться кризисом и подкупать население. Но средства массовой информации тут же припомнили ему снимок, на котором глава государства пожимал руку матери Чапа Гусмана во время визита в родной город бандита в конце марта. «Если президент продолжит проявлять уважение к семьям наркоторговцев, то восстановить утраченную территорию будет невозможно», предостерегает автор материала. «Мировую экономику вылечит международная торговля», уверенно заявляет на страницах Project Syndicate Виктор Фунг, бывший председатель Международной торговой палаты. «Сегодня все страны, богатые и бедные, скатываются в рецессию, и они смогут ограничить ее негативные последствия, только работая вместе», — пишет автор. В марте заводы китайской провинции Хубей начали вновь открываться, но столкнулись с отменой и переносом заказов на более поздний срок, а также с задержками платежей, поскольку зарубежные покупатели с трудом справляются с последствиями кризиса. Таким образом, скорость выздоровления экономики Китая будет зависеть, по крайней мере, отчасти от остального мира. А поскольку мировая экономика глубоко взаимосвязана, такой же будет ситуация и во всех остальных странах, убежден автор. Цитата. «Сегодня глобальные производственные цепочки столкнулись с целым букетом проблем. Остановка производств, нарушение транспортных связей, резкий спад глобального спроса. Согласно оценкам Всемирной торговой организации, в этом году падение объемов мировой торговли может достичь 32%. Эксперт уверен, для защиты своих народов национальные правительства должны сотрудничать, вырабатывая решения, которые принесут пользу всем людям. Главный шаг – отменить пошлины и другие торговые барьеры, гарантируя тем самым, что критически важные товары, особенно медицинские материалы, а также продовольствия, поставляются повсюду. Также необходимо защитить малый и средний бизнес и улучшить доступ к торговому финансированию, особенно в развивающихся странах, где дефицит такого финансирования превышает 1 триллион долларов», предлагает решение автор. поселок Короткель в пригороде столицы с 13 апреля закрыли на карантин. Напомню, у нескольких жителей был обнаружен опасный вирус. Ограничения должны были продлиться до минувшей субботы, однако дороги в поселок все еще закрыты. Бахтияр-Арынгазин сейчас находится на блокпосту. Итак, Бахтияр, что там происходит? Ну, а происходит следующее. Мы сейчас находимся на Кургальджинской трассе. Это одна из дорог, которая ведет в поселок Короткель. И, к сожалению, для жителей этого поселка все еще въезд, и выезд из этого поселка закрыт, пропускают только те транспортные средства, которые везут продовольственные товары, лекарственные средства. Но остальным, тем, кто, как сказали только что сотрудники полиции, те, кто не входит в зеленый список, они просто-напросто здесь разворачиваются. Есть и другая ситуация. Если жители поселка Короткель на момент объявления карантина находились в столице главного города страны, в городе Нур-Султан, то, согласно прописке, они могут, в принципе, получить разрешение и заехать на территорию поселка. Или же, наоборот, жители столицы могут таким же образом выехать из поселка и обратно вернуться в свои дома. Ну, а помимо этого, есть и, конечно же, правила исключения по состоянию здоровья, какие-то другие уважительные причины, благодаря которым, в принципе, можно выехать и заехать на территорию поселка. Но в остальных случаях все достаточно строго. Буквально на наших глазах были развернуты несколько машин, не пропускает абсолютно никого, точнее, тех, у кого нет разрешения, заглядывает во все уголки транспортного средства, в кузовы грузовых автомобилей, чтобы не было таких случаев, когда могли бы перевезти людей в кузове. То есть такие случаи уже были, поэтому этого готовы не допускать сотрудники полиции. В целом такая вот ситуация. Вам слово, Арстан. Ну что ж, Бахтияра Ренгазина нас информирует с одного из блокпостов близ поселка Короткель. Около 6 миллиардов тенге выделили в этом году в Кукшетал на строительство и реконструкцию дорог. В городе появятся новые мосты и развязки. На центральных улицах начали обновлять дорожное полотно. Вот только качество работ вызывает сомнения не только у жителей, но и у экспертов. Подробности в материале Индиры Тегжановой. После окончания карантина жители Кукшетау надеются, что будут ездить по новому асфальту. Текущий ремонт дорог сейчас проводят сразу на нескольких центральных улицах города. Движение по ним временно приостановлено. Однако у горожан возникают вопросы. Почему-то дороги каждый год ремонтируют одни и те же. Значит, дело в качестве? Дорожники, ну их сейчас много стало в городе. И делают некачество. Поэтому за этим должен быть особый контроль. Вот я знаю, что улицу, она была советская, ее каждый год переделают. Я вот сейчас сам автолюбитель. Хотел бы сказать, тут улица наша многостроенная, Куанышево, бывшая Октябрьская. От участка Тошеного до Горького сделали кое-как. Оставили ямы. Я так понял, на следующий год, чтобы дорожники сидели, не без работы сидели. Какая-то общественная организация должна быть, в составе которой должны быть технические эксперты, то есть с профессиональной подготовкой, которые, допустим, один раз в квартал выезжали бы комиссионно и смотрели эти дороги. Но пока за качеством ремонта следят специалисты Национального центра дорожных активов. На лабораторные испытания они отобрали пробы из разных участков. В случае несоответствия нормам подрядчиков заставят перекладывать асфальт. Говорят, такие инциденты уже были в прошлом году. Объяснили эксперты и причину того, почему так недолговечен Кокшитовский асфальт. У нас есть одна большая проблема – это отвод воды с покрытия. Есть участки улиц, где нет лотков водосборных, то есть вода стоит периодически после дождей, и потом образуются ямы, дальше они разбиваются, трещины, где происходят дефекты покрытия. Конечно, где текущий ремонт проводится, там такие, как водосборные, в основном не делаются работы. В основном замена покрытия – ямочные ремонты. Всего по городу в этом году планируют заменить 127 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Из бюджета на это выделили свыше миллиарда тенге. В Акимате говорят, что поддерживать дороги в нормальном состоянии могут только текущим ремонтом. Капитальный для бюджета не подъемен. Текущий ремонт – само название – текущий ремонт. Поэтому для того, чтобы переложить в режиме капитальный ремонт, либо строительство новых дорог, это нужно очень-очень много денег. Поэтому найти деньги, которые есть, мы стараемся по текущему ремонту пропустить. А средняя сколько эксплуатации? В среднем где-то года на два точно. Несмотря на режим карантина, город готовится к будущему форуму межрегионального сотрудничества. Не только улицы приводят в порядок, но и строят новый дворец, расширяют дорогу вдоль набережной, будет здесь и новый мост. Всего на благоустройство, подготовку к форуму выделено порядка 26 миллиардов тенге. 30% средств уже освоили. Нидера Тегжанова, Евгений Шинкаренко, Анатолий Полян из Акмолинской области, Хабар-24. Жители Хазларды на протяжении долгого времени жаловались на плохое состояние детских площадок. И вот, после неоднократных просьб, в городе решено полностью обновить 30 игровых зон. В областном центре чуть больше 200 дворов, и только в 140 из них есть качели, горки и турники. Большинство нуждаются в ремонте. Все работы местные власти планируют завершить до конца этого года. Также будет продолжена работа по благоустройству города. Планируется строительство дополнительных автобусных остановок. Начата реализация ряда проектов, направленных на озеленение улиц, парков и скверов областного центра. Сотни документов, справок, писем и фотографии изучил за последние 10 лет житель Уральска Баужан Успанов, исследуя боевой путь своего отца, ветерана Великой Отечественной войны. Подполковнику полиции удалось найти сведения и о пропавшем без вести дяде, одном из тысяч солдат, погибших в ходе знаменитой Орловской операции. Мужчина собрал целый архив о сослуживцах отца и готов поделиться информацией с потомками фронтовиков. Баужан Успанов еще в школе увлекся историей. Особенно интересны были сражения и герои Великой Отечественной. И хотя пошел он не в историки, а стал полицейским, постоянно изучал все новые материалы о войне. Отец не любил вспоминать о военных годах. Я решил восстановить весь его боевой путь, рассказывает офицер полиции. Сейчас в его руках карта фронтового пути красноармейца Мухаммед Кали Успанова. Медали и даже копия полкового знамени, чтобы помнили потомки. Во время войны именно под этим боевым знаменем мой отец прошел боевой путь от Москвы до Восточной Пруссии, город Кенигсберг. Вначале он попал 364-й запасной стрелковый полк, который был расположен в Оренбургской области. В этот полк, оказывается, я вот когда занимался исследованием, в этот полк попали многие казахстанцы. Именно в Сокчубинской области, Гурьевской области, ныне Атараусской, Западно-Казахстанской области. По Ужену Спанов рассылая десятки запросов, смог восстановить состав полка 370 человек, 80 из них казахстанцы. Есть среди них и пропавшие без вести. Эти данные он готов опубликовать, ведь они могут помочь чьим-то поискам. Еще одной задачей было найти сведения о старшем брате-отца Исингалиджан Дыбаеве. Он тоже также родился у нас в Теретинском районе, до призыва в армию работал в колхозе имени Сталина, поселок Суат. Также работал до 1939 года на железной дороге и в 1939 году был признан в армию. В 1943 году он погиб, а место гибели не было известно. Выяснилось, что 26-летний старший сержант сгорел в танке, освобождая деревню Бычковский под Орлом. Нашли место захоронения – братская могила в Болховском районе. Жители области продолжают искать сведения о фронтовиках. По данным Департамента обороны, около 8 тысяч западно-казахстанцев считаются пропавшими без вести на полях Великой Отечественной. Потогос Базарбаева, Булат Шерлгасов, Канат Махмутов, Уральск, Хабар, 24. Жители Испанской Севильи устроили бесконтактную апрельскую ярмарку. Этот фестиваль проводится в Испании с 1847 года. Музыка, еда, танцы и развлечения создают особую весеннюю атмосферу. Однако из-за коронавируса все массовые мероприятия в стране отменены до сентября. Тем не менее, испанцы нашли выход и отметили праздник, выйдя на террасы и балконы своих домов. Некоторые жители надели национальные костюмы, люди пели и танцевали. Также в королевстве из-за коронавируса отменен традиционный забег быков, который проводится ежегодно уже больше восьми столетий. По словам главы испанского правительства Педро Санчеса, динамика смертности от коронавируса снижается. От болезни вылечились более 117 тысяч человек. Если так будет и дальше, то со 2 мая жителям страны будет разрешено выходить на прогулки и заниматься спортом. А в Армении постепенно снимаются ограничения, введенные с режимом чрезвычайного положения. По-прежнему не работает городской общественный транспорт, сфера общепита, парикмахерские. Зато расширен список работающих объектов промышленности, к примеру. Теперь разрешено работать предприятиям по производству пищевых продуктов, алкогольных напитков и табачных изделий. Такие вот послабления, безусловно, имеют под собой экономическую подоплеку. Многие граждане лишились заработка, а бюджет страны недосчитается крупных сумм в виде налоговых поступлений. Глава Минфина страны уже представил прогноз бюджета на этот год. Дефицит госденег, по словам Атома Джан Джугазяна, возрастет вдвое и составит 675 миллионов долларов или 5% прогнозируемого ВВП. Чтобы покрыть дефицит в 324 миллиарда драмов, рассматриваем все возможные варианты, включая привлечение кредитных средств от международных финансовых организаций. Рассматриваем привлечение долга посредством размещения гособлигаций на внутреннем рынке. Смена величины долга неизбежна, поскольку сложившаяся ситуация именно такая, что делает обязательным осуществление подобных мероприятий для противодействия возможным негативным сценариям. Тем временем Израиль начинает поэтапный выход из карантина. Разрешена работа салонов красоты и парикмахерских, но большинство ограничений пока сохраняется. Власти опасаются новой вспышки заболевания, рассказывает Сергей Услендер. Работы теперь не в проворот. Первый день, как салон Владимира открылся, а клиентов уже полно. Индустрия красоты не работала полтора месяца. Эта отрасль попала под прямой запрет одна из первых. Теперь парикмахер, очень популярный среди русскоязычных жителей Тель-Авива, будет работать по 12 часов, чтобы наверстать упущенное. За вот эти полтора месяца, которые я не работал, я подсчитываю, примерно около 200-230 тысяч шекелей у меня убыток, которые я должен вытащить из своего кармана и вложить в свой бизнес, для того, чтобы он продолжал работать. 200 тысяч шекелей – это примерно 50 тысяч евро. За полтора месяца простое Владимир получил от государства максимальную помощь, положенную частному предпринимателю – примерно полторы тысячи евро. Остальное придется искать, занимать или на чем-то экономить. Налоги никто не отменил, просто их выплату немного отсрочили. Сейчас Израиль начинает постепенное ослабление карантинных мер, но со строжайшим соблюдением всех ограничений. С 26 апреля в Израиль введено обязательное ношение маски на улице. Без нее теперь вообще нельзя выходить из дома. Если раньше это была рекомендация, то сейчас это правило. Полиция раньше ограничивалась предупреждениями, теперь будет штрафовать на 500 евро. Массовые мероприятия по-прежнему неразрешены. Можно собираться не более 20 человек в масках и с соблюдением дистанции. Праздники теперь проходят вот так. Это бар митцва – еврейское совершеннолетие. Обычно на такое собирают всех друзей и родственников, отмечают пышным застольем, но застолье теперь под запретом. Власти предупреждают, возможно, вторая волна вируса. Поэтому наступающий день независимости будут отмечать, что называется, онлайн, без парадов и столпотворения. Вирус не побежден, говорят в правительстве. Сражение выиграно, но война с ним еще продолжается. Сергей Услендер, Хабар-24. Иран начинает ослаблять карантин. Об этом заявил президент Исламской республики Хасан Рухани. По его словам, страну разделят на белые, красные и желтые зоны в зависимости от количества заражения. Так, места без коронавируса откроют для граждан и окрасят в белый цвет, а районы с COVID-19 останутся закрытыми и будут желтыми или красными. Также Рухани сообщил, что с пятницы, возможно, откроются мечети. Отмечу, что за последние сутки в Иране зафиксировано меньше 100 новых заражений коронавирусом. Если через две недели не будет смертей и новых случаев коронавируса, тогда можно будет сказать, что мы сможем открыть места, свободные от COVID-19. Они будут зонами белого цвета. Другие места, где есть заражение, останутся красными или желтыми зонами. Так мы разделим страну на белые, желтые и красные зоны. И в завершении этого часа 682 пациента в Казахстане выздоровели от коронавируса. В Нур-Султане сумели побороть COVID-214 человек. В Алматы 96. Врачи Казалардинской области поправили здоровье 99 пациентов. 47 выздоровевших в Атараусском регионе. Что ж, к этой минуте все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя. С вами был Арстам Балтин. До встречи. Вам хорошего дня.